Одни сутки марта 1942-го Одни сутки марта 1942-го Фильм «Джефф», вышедший на экраны кинотеатров страны Правдивый рассказ о тех, кто приближал победу В прошлый четверг состоялась общероссийская премьера кинолента «Джефф», в которой зрителю показали всего лишь сутки одного из наиболее кровопролитных сражений Великой Отечественной войны На предпоказе в Санкт-Петербурге побывал наш специальный корреспондент В кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте в фойе гостей встречали молодые люди и девушки в армейской форме фронтовой поры Но тех, кто пришел и успел окунуться в довоенную мирную жизнь В зрительном зале ожидала совсем иная картина Правдивый местами жесткий рассказ об одном из трудных кровопролитных эпизодов войны и боях под Оржевом Правда, самого города в одноименном фильме нет Стрелковая рота занимает деревню Овсенниково и, удерживая ее, отражает атаки существенно превосходящих гитлеровских войск Справедливости ради стоит заметить, что бои под Оржевом это несколько операций, где ни одна из противоборствующих сторон не смогла добиться успеха Но именно эти ожесточенные схватки не позволили немецко-фашистским войскам в 1942 году осуществить новое наступление на Москву А в дальнейшем Ржевско-Виземский выступ отвлекал на себя до двух третей сил группы армий «Центр» Тех самых отборных соединений и частей, которых командование вермахта не могло перебросить под Сталинград В фильме показаны всего одни сутки марта 1942-го той самой окопной, правда, без прикрас Увиденное на экране не вызывает сомнений, так было В основе сценария киноленты повесть писателя фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью» Многие знают его по таким произведениям о войне, как «Сашка. Отпуск по ранению» Воевал сержант Кондратьев в 132-й стрелковой бригаде и в бою за ту самую деревню Овсенникова заменил погибшего командира взвода Был ранен, награжден медалью за отвагу Это не придумано, а пережито Фильм «Ржев» — это поклон людям, которые воевали и погибли в годы Великой Отечественной войны Кроме того, повесть вышла в свет лишь в 1993 году, когда над литераторами не давлела идеологическая цензура О войне можно было писать без прикрас Конечно, это не документальное, а художественное произведение Писатель смог создать, а режиссер воплотить в фильме запоминающиеся образы самых разных бойцов одной роты Недавних школьников, рабочих, колхозников Совсем юные и пожилые, не обстрелянные и те, кто уже успел понюхать пороху Все разные, а задача одна удержать полуразрушенную деревню, а по большому счету отстоять огромную страну Не абстрактно, а здесь и сейчас в этом бою Кинолента «Ржев» чем-то напомнила один из первых по-настоящему правдивых фильмов об обороне Москвы у твоего порога Вышедший на экраны в 1962 году Там показан один бой в районе Лобни И именно в той напряженной обстановке раскрыты характеры воинов зенитной батареи, вступивших в схватку с фашистскими танками Современное кино расширяет возможности, позволяя подключить видео и звуковые эффекты Широкий экран делает зрителя одновременно свидетелем и почти участником происходящего, заставляя искренне сопереживать героям К слову, незажимные актеры профессионально справились со сложными ролями Примечательно, что в фильме нет ни одной женской героини, как и любовной истории Создатели фильма пошли на это сознательно Здесь только тяжелая мужская работа Кинокартина «Ржев» коллективный труд и коллективный заслуженный успех Как рассказала после показа продюсер Инесса Юльченко, в съемках принимали участие порядка 500 человек Фильм «Ржев» для нас очень важен и это наш поклон людям, которые воевали и погибли в годы Великой Отечественной войны Стоит отметить, что первыми зрителями «Ржева» стали жители и гости города воинской славы На спецпоказе 27 ноября фильм был тепло принят зрителями, что говорит само за себя Режиссер Игорь Копылов на петербургском предпоказе был откровенен Иногда режиссер находит тему, а иногда тема сама находит режиссера Я очень благодарен продюсеру и кинокомпании, что они были настойчивы в предложении этой темы и убедили меня Во многом благодаря этому фильм состоялся В день петербургской премьеры на сцену вышла часть из тех, которые 40 с лишним дней безвылазно находились в окопах и сыграли честно А точнее, и это абсолютная правда, прожили жизнь своих героев Многие актеры для своих ролей взяли биографии дедов и прадедов, события, воспоминания и фотографии, добавил режиссер картины Это лакмусовая бумажка для проверки лучших человеческих качеств Присутствовавший на показе вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов Сам в прошлом кадровый офицер, полковник запаса, обратил внимание на важную роль современного кинематографа в деле сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны В следующем году мы отметим 75-летие Победы, и чем больше появятся фильмов, которые правдиво рассказывают о Великой Отечественной войне, тем лучше наши молодежи будут знать историю своей страны, сказал он Это особенно важно сегодня, когда идет фальсификация причин, хода и итогов Второй мировой войны Вот почему, по его словам, нам нужны такие исторические киноленты о героическом прошлом Отечества, ориентированные на самую широкую аудиторию Олег Починюк, Красная звезда Санкт-Петербург Олег Починюк, Красная звезда